12 погибших, 74 раненых. И это только предварительные данные о жертвах жуткого пожара в Лондоне. Многоэтажка загорелась вчера ночью. Погасить огонь не могут до сих пор. Оксана Кундеренко побывала на месте трагедии. В час ночи на экстренные службы обрушилась лавина вызовов. Многоэтажки на востоке Лондона. Сильнейший пожар. Загорелась, по словам очевидцев, квартира на четвертом этаже. Пламя молниеносно охватило здание. Уходите, убегайте, не тратьте время на звонки в полицию. Нас уже оповестили. С просонок люди в пижамах и тапочках выбегали на улицу. В доме 24 этажа, 140 квартир, почти 600 жильцов. Те, кто не мог вырваться из огненного плена, махали из окон или в отчаянии выпрыгивали. Они выбрасывали детей из окон, орали спасите моих детей, спасите детей. А полиция и пожарные ничего не могли сделать. Не могли попасть внутрь. И просто говорили, оставайтесь на месте. Мы вас заберем. Но становилось все хуже и хуже очень быстро. Пожарные бригады прибыли на место трагедии за 6 минут. Около 200 человек и начали работать как снаружи, так и внутри. Среди них тоже есть раненые. Не все шланги доставали до верхних этажей. И позже пришло подтверждение. Без жертв не обошлось. Есть пропавшие без вести, среди которых дети. Поэтому количество погибших наверняка возрастет. С огромным сочувствием я должен подтвердить, что как минимум 12 человек погибли. Скорые забрали в больницу 74 пострадавших. Больше 20 из которых сейчас в критическом состоянии. Количество жертв будет расти. Судьба многих неизвестна. Грэнфилд Тауэр, так называется эта высотка, горит до сих пор. Из окон валит густой дым. Очаги возгорания пытаются локализировать, заливают водой. Внутри все еще работают спасатели. Ищут людей. Под вопросом стабильность конструкции. Но уже сейчас понятно, что жители вряд ли скоро сюда вернутся, если вернутся вообще. В доме всего год назад провели дорогостоящие ремонты и заменили обшивку. Сейчас предполагают, что огонь распространился по фасаду именно из-за нее. По словам жителей, они давно жаловались за несоблюдение правил пожарной безопасности. Но это только версии. Официально причины пожара не установлены. Мы должны расселить и предоставить временное убежище семьям, которым пришлось покинуть свой дом. И их соседям, которых эвакуировали. Но остается много вопросов. Мы опасаемся за жизнь жителей всех многоквартирных домов. Люди без крыши над головой, без вещей сидят на тротуарах. Многих выселили из соседних зданий. Идти некуда. На месте пожара работают парамедики, полиция, следователи. Им предстоит ответить на множество неприятных вопросов и найти ответственных за это ЧП. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.